Кори – это острое инфекционное заболевание, часто встречающееся у детей. На первоначальных стадиях она может проявляться в виде обычного кашля, конъюнктивита, высыпаний на коже и во рту. Лечение в таких случаях крайне необходимо, иначе может быть и летальный исход. Зачастую врачи советуют не пренебрегать обязательными прививками, которые назначает педиатр. Вакцинация может быть хорошей защитой здоровья ребенка. Но, увы, не всех эта болезнь обходит стороной. К примеру, в нашем регионе оба заболевших человека заразились корью за границей. Один в Турции, другой в Египте. Третий же случай – это контактное лицо. На территории Активистской области сейчас наблюдается регистрация корей. У нас уже зарегистрировано три случая из них. Два уже подтвержденных случая и один подозрительный случай. Все два случая у нас завезены из-за границы. Один случай 15 февраля был завезен из Турции. Второй – из Египта. А третий уже случай контактный с больным. По вторым случаям. Из 75 подтвержденных лабораторных анализов заболевания корей в нашей стране 68 случаев наблюдается у детей до 14 лет. Остальные семь – у взрослых. Статистика эпидемиологов гласит, что большинство из заболевших не получали прививку против корей. Со стороны санитарной бизнес-службы у нас вместо собаку управления здравоохранения проводятся противопедимические мероприятия. По области у нас составлен специальный план по профилактике данного инфекционного заболевания. В настоящее время у нас проводится дополнительная вакцинация лиц, которые по тем или иным причинам не получили вакцинацию. Это врачи в возрасте 55 лет, а также люди в возрасте до 30 лет, которые не получили вакцинацию. Невакцинированные дети и взрослые чаще всего подвергаются риску заболевания этой инфекционной болезнью. Эпидемиологи рекомендуют заранее задумываться о пользе профилактических прививок, чтобы в дальнейшем не подвергать опасности себя и окружающих. Томирис Шумабаева, программа «Факт». Спасибо.